Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обустройство парковок, посадка деревьев, благоустройство дворов. С какими проблемами жители Ленинского района пришли на прием к Елене Лапушкиной. 12 новых реанимобилей. Автопарк медицинских учреждений региона пополнился новой техникой. Газонокосилками в скверах, триммерами вдоль дорог. 8 тысяч гектаров земли избавят от травы. Многоуровневая площадка во дворе с игровыми и спортивными зонами. Жители Ленинского района Самары рассказали главе города Елене Лапушкиной, каким хотят видеть свой двор в будущем. Общественное пространство приводит в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как идут работы и какие предложения по благоустройству есть у самих граждан, Елена Лапушкина узнала на месте. В объезд по району отправился и наш корреспондент Андрей Горгуленко. Огромная территория с большим потенциалом. Так оценивают свой двор жители домов в границах улиц Осипенко, Чернореченская и проспекта Карла Маркса. Многоуровневая площадка может вместить в себя и спортивные объекты, и детские игровые зоны, и сцену со зрительскими местами, и даже зону для выгула собак. Жители планируют разработать проект и участвовать в следующем году в программе формирования комфортной городской среды и региональном проекте «Содействие». Своими идеями жители поделились с главой города Еленой Лапушкиной, совершавшей объезд Ленинского района. Что бы хотелось от жителей? Не просто так, чтобы вы подали заявку, нарисовали дизайн проекта, но то, чтобы вы чувствовали себя частью вот этого всего. Чтобы вы понимали ответственность, что если вы видите, кто-то вам разрисовывает граффити, ну остановите. Жители соседних домов заявили, что готовы поддерживать порядок на благоустроенной территории. Если вы возьмете на себя возможность сделать площадку, мы создадим совет, будем следить, смотреть, вносить какие-то предложения в администрацию района, города, ну и сами будем следить за порядком. А вот жители дома номер 20 по клинической такой проект разработать пока не могут. Во дворе находится частная территория. Фирма-владелец решила возвести здесь высотку. Это вызвало возмущение у горожан. Глава Самары побывала на проблемной стройплощадке. Елена Лапушкина отметила, что главная ошибка застройщиков в том, что они не выстраивают диалог с соседями, не объясняют, какие плюсы может дать это строительство. А также пообещала поддержать жителей, если компания не найдет с ними общий язык. Глава города встретилась и с жителями дома номер 40 по Владимирской. Здесь горожане просят открыть площадку для выгул и дрессировки собак, а также запретить выгул четвероногих на аллее за домом, чтобы люди могли там заниматься спортом и гулять с детьми. Также жители просят установить пункт полиции у дома, потому что во дворе ночами постоянно гуляют шумные компании. Это жители домов или приходящие? Это все приходящие. Местных там никого нет. То есть как бы теоретически все-таки думаем, что если будет пункт полиции, который все-таки каким-то образом будут там смену передавать или какие-то еще пересечения маршрутов в этом месте находиться, что ну меньше будет. Во время объезда Ленинского района глава города также посмотрела, как благоустроили аллею на улице Мичурина. Здесь положили тротуарную плитку, установили новые лавочки и урны, высадили цветы и кустарники. Елена Лапушкина оценила, как в целом поддерживается порядок на территории всего района. Чистоту улиц, состояние дорог во дворах и работы по опиловке аварийных деревьев. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. После объезда территории Елена Лапушкина выслушала предложения жителей Ленинского района и во время личного приема граждан. На этот раз говорили о дополнительных парковочных местах в центре города и новых дорожных знаках. Тему продолжит Мария Левина. Жители Ленинского района поблагодарили главу города Елену Лапушкину за преображение территории. Здесь ремонтируются дороги, тротуары, появляются новые газоны и дополнительное освещение. За счет расширения проезжей части появились дополнительные парковочные карманы. Но жители считают, пространство можно использовать еще более эффективно. И тогда можно будет выкроить еще несколько парковочных мест. С этим предложением они пришли на прием к главе города. Машин помещается очень мало, а если вы поставите елочкой, то, естественно, было бы больше машин там, возможность парковаться. Это вы про парковочные карманы говорите? Так точно, да. Городские власти на осмотр проведенных работ уже выезжали. Сейчас согласовывают новую схему с ГИБДД. Дорожные знаки уже заказаны. Парковочные карманы обустроены, туда пригласили Чугунова, это Дорнадзор. И они пошли навстречу. Сейчас схема находится на пересогласовании. Мы ее должны в пятницу уже получить. Ну и до 1 сентября мы просто поменяем знаки. Еще один вопрос, который волнует жителей Ленинского района, это посадка новых деревьев и кустарников. Самарцы хотят видеть центр города зеленым и уютным. Глава города Елена Лапушкина заверила, посадка деревьев продолжается. А там, где она невозможна из-за проходящих под землей коммуникаций, поставят большие вазоны с деревьями. Мы по факту сажаем даже больше, чем вырубаем. Единственное, что в центре города у нас нет свободной земли, где бы могли сажать крупномеры. Но максимально там, где мы вырубаем, даже в тех приствольных решетках, если вырубаем деревья, все равно мы там сажаем. Также жителей интересовала судьба 109-го квартала в историческом центре Самары, где планировали построить многоэтажки. Самарцев успокоили. Проект, который утвержден, это не проект планировки, а проект межжевания территории. Он может только формировать земельные участки с фактически занимаемыми в квартале жилыми домами для приведения территории в соответствии с земельным законодательством. Люди также просили установить дорожный знак «Пешеходная зона» на въезде во двор на улице Мичурина и благоустроить тротуар, из-за отсутствия которого им приходится выходить из двора через арку по проезжей части. В темное время суток люди не всегда замечают машины, которые едут им навстречу. Беспокоят самарцев и провалившаяся плитка на улице Огибалова. Устранить дефект глава города поручила подрядчикам до 21 августа. Мария Левина, Константин Головин, Василий Калдашов. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся в регионе – 7706. Такие данные в среду 19 августа опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Еще 60 пациентов в регионе выздоровели. Всего с начала пандемии из больниц выписали 5 895 человек. Число летальных исходов составляет 121. Четыре пациента скончались за прошедшие сутки. Жителям деревень и отдаленных районов Самарской области теперь не нужно будет ездить в райцентры, чтобы пройти медицинское обследование. Автопарк региональных больниц пополнился новой техникой. В селаре они мобили и новые аппараты флюорографии и мамографии будут выезжать по специальному графику, чтобы охватить диагностикой максимальное число пациентов. Подробности в нашем сюжете. Вот здесь представлен аппарат, где делается непосредственно само флюорографическое исследование пациенту. Он заснащен кабиной рентгенозащитной, которая позволяет защитить персонал, работающий в данном учреждении, от излучения. Автопарк медицинских учреждений региона пополнился новой техникой. На службу поступили 12 реанимационных автомобилей и 13 мобильных флюорографов и мамографов. Их закупили по национальному проекту здравоохранения. Благодаря бюджетному финансированию за три года в регионе на 90% обновили парк скорой помощи. Мобильные комплексы будут пребывать в отдаленные населенные пункты региона, чтобы проводить обследование. Поскольку в местных больницах такого оборудования нет, и не у каждого пациента есть сила и возможность преодолеть большие расстояния, чтобы добраться до районного центра. Конечно, знаете, вот когда бывают такие мгновения счастья, вот, наверное, сегодня, мы понимаем, что за этим оборудованием и реанимобилями, и флюорографами, и мамографами жизни, здоровья людей, конкретных людей, это точная диагностика, это скорость реагирования в сложных, самых сложных, критических для жизни человека ситуаций. Это, конечно, точная диагностика, это выявление болезней на ранних стадиях, а значит, у врача есть шанс помочь человеку гораздо больше, чем когда уже обращается пациент в стадии развития заболевания. Новое поколение передвижных флюорографов и мамографов изменит саму процедуру ранней диагностики многих заболеваний, сделав ее доступнее. Каждый рассчитан на прием 200-250 человек в смену. В село они будут выезжать по специальному графику, чтобы охватить диагностикой максимальное число пациентов. Парк Волжской центральной больницы сегодня пополнился двумя автомобилями. По словам медиков, цифровые флюорографические и маммографические аппараты позволят сделать обследование более точным. Во-первых, они цифровые, то есть позволяют все изображения, которые формируются, кумулировать в общей базе данных и просматривать на разных уровнях оказание медицинской помощи, в том числе специализированных, например, специализированных в онкодиспансере, в больнице Середавина. А во-вторых, это позволяет приблизить эту помощь в отдаленные поселки нашего, в том числе, района. Потому что раньше у нас, в настоящее время у нас есть такие аппараты, но не стационарные. Мы выходили из ситуации тем, что перевозили жителей из населенных пунктов непосредственно к аппарату, а теперь аппараты приедут к ним. Медикам, оказавшимся на передовой борьбе с коронавирусом, вручили медали. По инициативе общественных организаций в губернии была учреждена новая награда – заслужение людям. Елена Табельская говорит, в семье она первый врач, но о выборе профессии не пожалела ни разу, в том числе и в самый тяжелый период борьбы с коронавирусом. А сейчас по ее стопам готова пойти и дочь. Я чрезвычайно благодарна, я очень признательна, что мой труд и труд вообще медиков оценен. Я очень горжусь, что я нахожусь здесь, что я получила эту награду и готова трудиться во благо жителей Самарской области. По словам губернатора, уже через несколько дней медицина Самарской области выйдет на новый уровень. Врачи смогут использовать вертолет, который поможет, минуя пробки, быстро добраться до пострадавших в автомобильных авариях и находящихся в самых труднодоступных местах. Виктория Шарая, События. В Самарской области установили новые тарифы на эвакуацию автомобилей. Насколько изменились расценки, расскажем в рубрике о новости экономики. Здравствуйте, в эфире новости экономики. Расскажу о них я, Лариса Шлафаст. Цены на нефть сегодня растут. За баррель марки Brent дают 45 долларов 9 центов. Валюта потеряла в цене. На 20 августа Центробанк установил курс доллара на отметке 73 рубля 23 копейки. А вот евро наоборот прибавил и стоит 87 рублей 40 копеек. Банки страны выдали рекордное количество нецелевых кредитов. За июль 2020 года одобрили более 1 миллиона займов, сообщает Объединенное кредитное бюро. Общий объем выданных средств составил 409 миллиардов рублей, что на 10% больше показателей июня текущего года. В России вырос объем фальшивых денежных купюр. В первой половине года число подделок выросло до 19 тысяч штук. Большая часть фальшивок приходится на пятитысячные банкноты. За полгода обнаружено почти 15 тысяч таких купюр. Это почти в два раза больше, чем в предыдущие пару лет. При этом Центробанк отмечает значительное уменьшение количества фальшивых купюр достоинством в 1 и 2 тысячи рублей. А в Самарской области установили новые тарифы на эвакуацию автомобилей. Соответствующий приказ размещен на сайте правительства. Согласно документу, стоимость перемещения автомобилей в Самаре не изменилась. Она составит также 1900 рублей. В Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Кенеле и ряде других городов и районов тариф вырос на 40 рублей и составит 1740 рублей. Цена на хранение в Самаре в первые пять часов после эвакуации осталась прежней. В зависимости от типа транспорта она варьируется от 6 до 36 рублей за час. На этом сегодня все. Удачи в делах! В Самарской области на 80% выполнили дорожные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем финансирования в этом году почти 9 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард направили в Самару. Сейчас в городе завершают ремонт большими картами, активно работают на Ленинской, Победы и Старозагоры. На 99% выполнили комплексный ремонт улицы Мичурина. Когда обещают завершить, расскажут наши корреспонденты. Финальные штрихи. На улице Мичурина рабочие спецаремстрой зеленхоза завершают благоустройство. Здесь остается обустроить газоны. Готовность улицы 99%. Комплексный ремонт выполнили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка от проспекта Масленникова до улицы Чкалова составляет почти 2,5 километра. Здесь заменили асфальтовое покрытие, нанесли дорожную разметку, уложили новую плитку на тротуарах, установили дорожные знаки. Выполнялись работы по ремонту средств организации дорожного движения. То есть установлено более 65 светофорных объектов новых. Заменены дорожные знаки, наносится дорожный размет, постановляется пешеходное ограждение. Во время ремонта предусмотрели и заездные карманы для общественного транспорта, чтобы во время остановок автобуса не затрудняли движение. Общественный транспорт заезжает в карманы. Беспрепятственно движущийся транспорт может проехать в направлении, в котором он двигался. Самарских водителей положительные изменения на Мичурино радуют. Частенько по этой улице заметные изменения. Вообще приукрашивается улица, красиво становится. Дорожные работы в Самарской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнены на 80%. На этот год запланирован ремонт 293 километров автомобильных дорог, в том числе 234 километра региональных трасс, почти 42 километра дорог в Самаре, 17 километров дорог в Тольятти. Общий объем финансирования нацпроектов в текущем году составил почти 9 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард направлен в Самаре. Сейчас в городе завершен ремонт большими картами 39 участков дорог из 40. Активно ведутся работы по комплексному ремонту улиц Ленинской, Победы, Старозагоры. Мы сейчас, в этот период, благодаря нацпроектам, инициированным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, получаем ежегодно в два раза больше средств, чем на этапе подготовки чемпионата мира футбола. Два раза больше сейчас. И вот такая качественная, ответственная работа дает нам возможность претендовать и на дополнительные средства из федерального бюджета. Потому что у нас нет неосвоенных средств по работам, связанным с строительством, ремонтом, реконструкцией дорог. Нет таких средств. Наоборот, мы в течение года и прошлого года, и позапрошлого дополнительные средства получали благодаря своевременной качественной работе. Досрочно завершены работы на шести участках автомобильных дорог регионального значения. Высокими темпами ведется строительство второго этапа мостового перехода Фрунденский в Самаре. Реконструкция автомобильной дороги Тольятти-Ягодная в Ставропольском районе и мостового перехода через реку Сок. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. В этом году в Самаре заменят более 21 километра теплотрасс. Напомню, что это самая масштабная реконструкция тепловых сетей в городе за последние десятилетия. Из-за ремонта до конца августа на некоторых улицах временно ограничат движение. Это произойдет в несколько этапов. Например, на Новосадовой с вечера пятницы 21 августа до понедельника 24-го перекроют дорогу на участке от Гастелла до Советской Армии. Затем до четверга 27 августа ограничат движение транспорта по дублеру улицы Новосадовой от Советской Армии до Третьей Просеки и в районе дома 164А в направлении в город. На третьем этапе с вечера пятницы 28 августа и до понедельника 31 числа будет ограничено движение транспорта по дублеру улицы Новосадовой в направлении из города от Гастелла до Советской Армии с перекрытием трамвайного движения. В указанный период 20-й и 22-й трамваи пойдут по улицам Нововокзальная, Ставропольская, через Дом печати, Постников-Овраг и далее по маршруту в оба направления. Пятый трамвай проследует от улицы Чапаевской до Постникова-Оврага. Кроме того, в эти выходные перекроют еще две улицы. Советской Армии между домами 236 и 243 в оба направления объехать можно будет по улицам Третья Просека и 22-го портсъезда. Запорожскую перекроют в районе дома 19, а в оба направления объезд по первому безымянному переулку. Жители сегодня города Самара не скажут, что город не готовится к зиме. Перерыли все, что могли. Что мы планируем делать в выходные дни? В выходные дни предстоящие это будет тяжелая позиция. Будем говорить, людей заранее информируем для того, чтобы вышли и выбирали путь туда, когда будут проезжать по городу Самары. Вопрос касается Советской Армии, Новосадовой, Запорожской. Более того, что вот такой масштабной перекладки, вот за свою бытность я ее не помню. Со схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться на сайте администрации города и в социальных сетях. Триммеры для придорожной травы и косилки для скверов. В Самаре продолжается сезонная работа по стрижке газонов. По нормативу трава не должна быть выше 15 сантиметров. Муниципальные службы благоустройства содержат в порядке более 2000 гектаров самарских газонов. Андрей Горгуленко продолжит тему. Вооружившись стримерами и мешками для мусора, бригада рабочих МП благоустройства выходит на борьбу с высокой травой. Специалисты стригут газоны вдоль самарских дорог. На каждом участке бригада из четырех человек. Два косильщика и два сборщика травы. Всего в городе 10-12 таких бригад. За смену им надо постричь более тысячи квадратных метров. Участки для покоса выбирают в зависимости от высоты травы. Покос зависит от высоты травяного покрова. То есть, когда травяной покров больше 10 сантиметров, мы приступаем к кашению. А вот к газонам в благоустроенных скверах требуется более деликатный подход. Специалисты специнстройзи линкоза используют вместо триммеров газонокосилки. Лезвия в них настраиваются на определенную высоту и позволяют даже на большой площади оставлять после себя травинки одного роста. Также в них установлены мешки для сбора скошенной травы. В основном вот такими газонокосилками мы сейчас пользуемся. Там, где проведен ремонт скверов в прошлом году и позапрошлом году по программе «Городская комфортная среда». Покос травы – работа сезонная. Выполняют ее с мая по октябрь. В Самаре в зоне ответственности муниципальных служб более 2200 гектаров. В первую очередь стригут траву по обращениям жителей. Особое внимание уделяется и покосу аллергенных трав. Как только в городе обнаруживают место, где разрастаются, например, амброзия или полынь, туда направляют дежурную бригаду. В этом случае выходит бригада вне плана и конкретно скашивает данную траву. Она растет, можно так сказать, немного отдельно от общих травяных покровов. То есть семена данных растений, они являются очень живучими. Они в состоянии храниться в земле годами. И поэтому реакция должна быть моментальной до момента вызревания семян, чтобы эти растения были удалены. Газоны в Самаре стригут от трех до шести раз за сезон. Это зависит от погоды. Если лето выдается дождливым и трава растет быстрее, то бригады на покос выходят чаще. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Православные христиане отмечают преображение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников. Сегодня во всех храмах прошли богослужения. Народное название «Яблочный спас» закрепилось из-за того, что с этого дня церковь начинает освещать новый урожай овощей и фруктов. Библейский сюжет о преображении вот уже две тысячи лет вдохновляет творческих людей на создание произведений искусства. Подробнее расскажет Олег Зверев. Для Григория Бондаренко это самый важный день в жизни. Сегодня он рукоположен в священнике. Теперь он отец Григорий. Об этом мечтал с самого раннего детства, прислуживая в алтаре и обучаясь в семинарии. У молодого священника скоро будет своя паства, а особую торжественность к моменту придает атмосфера праздника преображения Господня. Да, теперь этот день связан будет. Хиротония один раз в жизни бывает священническая. Теперь это будет мой, так скажем, как мой день рождения священства. Особая радость в том, что это еще был десятый праздник. Это одно из двенадцати, что в один из двенадцати праздников мне рукоположили. В праздник преображения богослужения прошли во всех православных храмах мира. В Самаре центральным местом торжеств стал Софийский собор. На литургии вспоминали библейский отрывок о том, как Иисус Христос поднялся на гору Фавор с тремя своими учениками, где преобразился так, что лицо его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег. За две тысячи лет это повествование многократно прославлялось в изобразительном искусстве и музыке, прозе и поэзии. Вышли толпою, врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому. Преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с Фавора. И осень яркая, как знамение, к себе приковывает взоры. Так писал об этом празднике Борис Пастернак. Преображение Господне описывали в своих сюжетах многие русские классики. Гавриил Державин, Иван Шмелев, Александр Блок, Сергей Есенин и многие другие, вдохновленные библейским сюжетом о нетварном фаворском свете, который еще ярче, чем сегодняшние праздничные солнца. Одна из главных традиций преображения – благословлять церковным чином новый урожай овощей и фруктов. Не случайно на Руси укрепилось народное название праздника – «Яблочный спас». Сегодня прихожане принесли в храмы свои плоды на освящение. Но дело не в яблоках. Для каждого человека важно духовно преобразиться, стать добрее и радостнее, избавиться от злобы и пороков. Нам всегда приятно видеть чистые глаза и открытую улыбку. Что еще говорили творческие люди, что серкало души – это лицо и глаза человека. Если человек являет этот преображенный лиц. А главное, чтобы за внешними атрибутами праздника люди не забывали о делах милосердия, что важно прийти кому-то на помощь, поддержать одиноких и больных, рассказать добрый анекдот тому, кто на грани отчаяния. В этом и есть, пусть небольшое, но очень значимое преображение души человека. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере и подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!